Не придется отвечать чиновникам, как бы необычно это ни звучало, за старые петербургские лифты. Речь о нескольких эксклюзивных экземплярах, которые уже сами стали историей, но до сих пор работают. Мария Тихонова прокатилась и не застряла. Один из самых интереснейших лифтов Петербурга находится здесь, в доме Мертенца. Этому подъемнику уже более 100 лет. Он уникален тем, что полностью сохранился не только снаружи, кстати, эта шахта сделана из настоящего хрусталя, но и внутри. Здесь сохранилось все с 1907 года. Кабины из красного дерева, зеленый кожаный диван. Единственное, что здесь заменили, это вот эта панель с кнопками. Особенным этот лифт был еще в начале своей жизни. Статусный дом мехового магната Мертенца предполагал не менее статусный подъемник. Поэтому в отделке только дорогие материалы. Кстати, и сам механизм оказался не менее прочным. Отреставрировали лифт как раз к его 100-летнему юбилею в 2007. И до последних дней подъемный механизм работал как часы. Направляющие, троса, лебедки, вся автоматика, все было заменено. То есть это современный лифт, на самом деле, в старинной шахте и со старинной кабиной. Кстати, сама кабина чуть ли не единственная в городе из старинных, которая все еще на ходу. В таком антураже так и тянет перенестись мыслями в прошлое. Статус этого дома, он предполагал, наверное, редких гостей. Но полагаю, что гости сидели на диване. То есть на этом кожаном диване до сих пор сохранилось? Да, на этом кожаном диване. Был, безусловно, лифтер, который в красивой ливре открывал-закрывал двери, отправлял лифт на нужный этаж. Думаю, что это было так. Вряд ли здесь ездила толпа народа. Несмотря на свою выдающуюся тяжесть, вот тонна 300, вот двигается она, вот что удивительно. Тяжелая дверь из бронированной стали ведет не в комнату, как это может показаться на первый взгляд, а в лифт, но необычный. Это лифт-сейф в доме Карла Фаберже. Попасть сюда даже сейчас непросто. За решеткой вип-касса ювелирного магазина. А раньше здесь хранился капитал семьи известного ювелира и драгоценности его друзей. Чтобы лифт не взломали, кабину останавливали между первым и вторым этажами, а в пусковой рычаг подавали ток. Электрическая ловушка как-то раз чуть не убила заведующего магазина Фаберже. Чтобы, значит, спустить этот лифт вниз, одевал резиновые рукавицы и резиновые перчатки. Вот один раз он даже сказал, что забыл перчатки одеть, и вот током так дернул, что отбросил, так сказать, на несколько метров. Витебский вокзал на Загородном проспекте тоже славится необычными лифтами. Возле платформы с поездами стоит багажная подъемная машина. Ее начинку давно поменяли, а шахта – предмет истории. Каждый из этих кованых цветков находится под охраной. Особенностью Витебского вокзала являлось отправление поездов со второго этажа. Из-за того, что неподалеку находится водный канал и веденский канал, в связи с этим появилась сложность в обслуживании багажного отделения. Поэтому поставили грузовые лифты. Лифт в доме купца Елисейва на Ломоносово-14 радовал глаз не одного поколения местных жителей. Подъемник установили еще в конце 19 века. Сейчас по старинной круглой шахте бегает советская кабина при помощи электричества. А раньше подъемник работал на пару. Приводились действия паровой машиной, опять-таки с простейшим управлением. В том числе рычажное было управление. То есть, грубо говоря, лифтер-проводник находился в кабине. Либо там дворник какой-то, либо швейцар. Значит, поворачивал рычаг вверх-вниз. И в точной остановке останавливался. Сергей Колесник ремонтирует современные лифты, но с детства влюблен в старинные механизмы. В социальной сети он создал группу с фото-выставкой, а в уголке своей мастерской устроил мини-музей. Все экспонаты механик чуть ли не со скандалом вырывал из рук реставраторов. Уникальные детали старых лифтов могли отправить на переплавку. Почему-то вниманием практически никого не уделяется, хотя еще лет 15-20 назад у нас в городе ездили живые музейные экспонаты. За выжившими музейными экспонатами, по сути, следить некому. Комитет по охране памятников не ведет учета раритетных подъемников. Рабочее состояние лифтов с богатой историей – это заслуга владельцев старинных зданий. Мария Тихонова, Михаил Кацман, Антон Туличев и Вячеслав Сергаев. Новости Санкт-Петербург.